Окружённый лесами и полями уголок подмосковной земли. Таким помнит лагерь «Лесная сказка» в деревне Орлова тысячи мальчишек и девчонок. Совсем скоро здесь откроется очередная первая смена. Последние приготовления к приёму детей проверил исполняющий полномочия главы городского округа Щёлково Сергей Горелов. Директор лесной сказки Максим Суворов рассказывает о переменах, которые произошли с прошлогодней смены. Мы сделали апгрейд площадок. Мы даже в соцсети не всё выставляем, чтобы у детей был сюрприз. Плюс ко всему есть заготовочки вожатых, помощников вожатых. На последний учёбе мы это обговаривали. Большой объём работ, начиная с замены коммуникаций, заканчивая отделкой, выполнили в столовой. В прошлом году в лагере «Лесная сказка» отремонтировали пищеблок, заменили оборудование. В этом году столовая. Закупили шторы и новую мебель. Серьёзное внимание при подготовке к открытию смены уделено работе систем пожарной безопасности и охраны, состоянию медицинской службы и его изолятора. Большие работы проведены на территории лагеря. То есть появилась новая беседка, появилась костровая зона, летняя эстрада у нас теперь выложена брусчаткой, появилась новая асфальтированная дорожка, на которой мы сейчас от самой столовой до клуба. И это не считая ежегодного ремонта самих корпусов, где проживают дети. В них покрасили стены, постелили линолеум, во всех корпусах установили новые удобные кровати. Лагерь рассчитан на 450 детей на всё лето. Будет три смены по 150 детей. Три корпуса, в которых также был проведён ремонт, примет детей в первую смену уже 9 июня. Все три смены в лесной сказке тематические. Первая – гражданско-патриотическая, вторая – творческая, третья – социально-педагогическая. Многие вожатые, как и сами ребята, приезжают сюда каждый год. Уж очень дружная здесь атмосфера. Начинала я свой путь в лагерь в качестве пионера с 12 лет. Продолжила помощником вожатого. И сейчас я вожатая. Мне очень нравится этот лагерь своей атмосферой. Всё как-то по-домашнему. Путёвки в лесную сказку на все три смены, как и в предыдущие годы, родители раскупили за день. Полная стоимость составила 25 тысяч рублей. 320 льготных путёвок, стоимость которых на 10 тысяч меньше обычной, передали муниципальным служащим и многодетным семьям. 25 администрация выкупила детям из семей, нуждающихся в поддержке. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова